Всем привет! С вами Натали, и сегодняшнее видео это DIY, а именно DIY это весенний декор и несколько идей к такому празднику как Пасха. Если тебе действительно понравится этот ролик, то обязательно ставь пальчик вверх, а также подписывайся на мой канал. И кстати, хочу попросить вас досмотреть это видео до конца, потому что в конце будет очень крутой конкурс на творческие блокноты и на книжку. Это будет целых три подарка, а именно блокнот для творческих людей, также акварельное вдохновение книжка и также еще одна книга для творческих людей. В общем, да, вы все узнаете. Поэтому обязательно посмотрите этот видосик до конца. Ну а мы сейчас начинаем. Итак, первое, что мы сделаем, это доска для фотографий. И нам понадобится для этого пробковая доска, понадобятся прищепки, конечно же клей, клей момент или клей кристалл и ножницы. Нам понадобятся картинки, вы берете любые, которые вас как-то вдохновляют, либо весенние. Я выбрала фотографии, достаточно лаконичные, но они необычные. И кстати, если вы хотите распечатать в точности такие же, то заходите в мою группу ВКонтакте. Там я оставлю их на стенке и вы можете их себе скачать. После того, как я вырезала свои картинки, я беру прищепки и начинаю смазывать их клеем. Я располагаю их по поверхности своей пробковой доски. Располагайте их так, чтобы оставалось место для того, чтобы уместились фотографии. Ну и все, что нам осталось сделать, это приделать фотографии к прищепочкам. И мне, кстати, понравилось вешать их не просто ровно, а достаточно в разнобой. Слегка неаккуратно, так смотрится даже интереснее. Итак, следующая идея будет для яиц, а именно я хочу сделать акварельные яйца. Для такого красивого, но очень простого оформления яиц нам понадобятся белые яйца, акварель, кисточка и вода. Далее выбираю выбранные оттенки акварели и начинаю примакивать кисточкой на это мокрое место. Как вы видите, получаются довольно-таки симпатичные разводы и яркие капельки стекают вниз. Так и задумано. Итак, берем второе яйцо и делаем все то же самое, только я решила выбрать два других оттенка краски. На этот раз я решила, что яичко будет оранжево-желтое, тем самым немного имитируя огонь. Ну и третье яйцо. Для него я тоже выбираю два оттенка. Но тут я решила действовать немного по-другому и наношу краски как бы в самую верхнюю часть яйца, чтобы они красиво-красиво стекали вниз. Когда яйца у меня подсохли, я прокрашиваю пустые места теми же самыми оттенками и жду, когда они до конца высохнут. Как вы видите, получилось очень необычное оформление и оно очень легкое в своем воспроизведении. И что самое главное, такие яйца точно съедобны, потому что все знают, что такая краска как акварель совершенно безвредна. Ну а сейчас я сделаю кульки в виде морковок. Для этой идеи нам понадобится обычный картон, либо бархатный картон, но если у вас их нет, то вы можете просто взять оранжевую цветную бумагу. Также нам понадобится степлер, также нужен черный маркер и искусственные цветы. Но искусственные цветы я взяла для примера, так как у меня нет живых. Итак, я беру лист картона и начинаю его сворачивать, чтобы добиться формы кулька, либо такого конуса. О, бесит просто! В этом деле я совсем-совсем не спец, насколько вы видите, мне реально бесит. Валера! Ты что, кулек не можешь свернуть-то? Сейчас все будет. Оп! Это ж вообще халява какая-то. Далее я беру свой черный маркер и делаю наметки на наших морковках. Но вы знаете, что у каждой морковки есть такие, как будто морщинки. Так вот, я пытаюсь их имитировать. Я разрисовала обе морковки и все, наши кульки для букетиков готовы. Далее идет поделка петушок, который будет держать в себе яйцо. Ну, то есть, это подставка для яиц. Для ее создания нам понадобится яйцо. Также понадобится картонная коробка из-под яиц. Нам понадобится клей, пластиковые глазки, ну и цветная бумага, либо картон. Из коробки я вырезаю угловую часть. Это и будет наша подставка. Далее я беру пластиковые глазки и начинаю их приклеивать к будущей голове нашего петуха. Теперь я беру свой картон и рисую гребешок петуха. Я аккуратно его вырезаю, обвожу еще раз и вырезаю вторую часть. Склеиваю их аккуратненько между собой. И приклеиваю на голову петуху. Далее я вырезаю такую часть тела петуха, которая находится у него под клювом. Кстати, напишите в комментарии правильное название этой части тела петуха. Наша подставочка готова, смотрится довольно-таки необычно. Ну и последний диайвай, это будет вкусняшка, а именно идея, как красиво подать на стол яйца. И яйца у нас будут выглядеть в виде мышек с большими-большими ушами. На тарелочку я выложила яйца, также редис и листья салата. Нам нужен майонез и черный перец горошком. Ну и, конечно же, ножичек. Я выкладываю аккуратно на плоскую тарелку листья салата, создавая имитацию поля или травки. Далее беру майонез и делаю капельки. Я разрезаю яйца пополам. И аккуратно половинки яиц кладу на майонез. Делаю небольшие надрезы в местах, где нужно будет вставить мышиные ушки. Так будет удобнее помещать туда редис. После чего я беру редиску и нарезаю ее аккуратными тоненькими кружочками. И вставляем ушки в те самые разрезы, которые я сделала только что. Уши, да, они достаточно большие, крупные, но, как говорится, мыши в мире бывают разные. Берем черный перец горошком. Это будущие глазки мышек. Вставляем их в наших мышей. Но тут есть небольшая особенность для того, чтобы глазки наверняка хорошо вставили. Сделать небольшие надрезы ножичком в этих местах. И потом уже вводить туда перец. Но посмотрите, какое забавное блюдо у нас получилось. Я очень надеюсь, что вам мои идеи понравились. И вы обязательно что-либо из них повторите, либо сделайте похожее. Если вы хотите что-то повторить, обязательно сфотографируйте это. И предлагайте в новости в моей группе ВКонтакте. Я обязательно опубликую. На этом все. Я очень надеюсь, что тебе понравились эти идеи. Обязательно напиши в комментариях, какая из идей тебе понравилась больше всего. Ну и сейчас, конечно, я хочу рассказать о конкурсе. Как я и говорила, подарки это творческие блокноты. Точнее, блокноты здесь можно сказать два. А именно это творческий блокнот, который называется узор на кожуре банана. Там есть различные задания, которые нужно выполнять. Далее идет акварельное вдохновение. Там целых 500 наклеек для создания неповторимых картин. И еще одна книжка называется творческие права. Как открыть в себе художника и научиться видеть. Все эти книжки я уже показывала в своем видео. Я оставлю ссылочку в описании к этому видео, если вы хотите посмотреть, как они смотрятся внутри. Ну и теперь я расскажу об условиях этого конкурса. Все, что вам нужно сделать, вам нужно быть подписанными на мой канал. Поставить этому видео палец вверх. Написать в комментарии, что вы участвуете. И сделать репост этого видео с моей странички ВКонтакте на свою. Ссылку для репоста я оставлю под этим роликом. Собственно все, условия очень-очень простые. Поэтому я желаю вам всем удачи. И результаты будут объявлены через неделю в моей группе ВКонтакте. Поэтому следите и не пропускайте. Ну а я сейчас буду с вами прощаться. Желаю вам отличного настроения. И все, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok